В районах Чувашии продолжается посевная, особенности текущей кампании, задачи на будущее, вопросы господдержки отрасли. В Рео главы Чувашии Олег Николаев обсудил с аграриями во время рабочей поездки по районам. Общие посевных сейчас, в этом году. У нас 2000 гектаров зерновые, 500 кукурузы и 300 гектаров многолетней травы. В этом году планы такие. А вот ясмень, до корма как вы доводите, у себя или где-то как бы там? Все сами делаете. Все сами делаете? Борьба с коронавирусом практически не влияет на ход сезонных пассивных работ. И аграрии на полях работают в штатном режиме, но с соблюдением санитарных мер. На поддержку агропромышленного комплекса Чувашии в бюджете предусмотрено более 3 миллиардов рублей. С начала года аграриям уже перечислено на весенние полевые работы 352 миллиона 600 тысяч рублей. Хоть и посевные работы начались раньше обычных сроков, все же из-за неблагоприятных погодных условий темпы замедлились. Олег Николаев прокомментировал итоги своей поездки журналистам. Конечно, мы сегодня смотрели, прежде всего, ведущее хозяйство, можно сказать. Но при этом Сергей Геннадьевич изначально выбрал те районы, где все-таки имеются проблемы. И поэтому в целом, конечно, ощущения позитивные. И чувства очень такие позитивные. Потому что в целом работа, вот та, которая организована, она вселяет очень такие чувства, что можно смело смотреть в будущее. Очень много планов по строительству важных объектов. Это фермы, это объекты переработки сельхозпродукции. А это, значит, новые рабочие места, добавочную стоимость, хорошая заработная плата. Ну и, конечно же, сегодня еще говорили о том, чтобы стимулировать молодежь, чтобы она выбирала не только место работы, но и место жительства сельской территории. То есть вот это все в комплексе сегодня обсуждалось. Еще одна тема встреч в районах – сельская ипотека. Олег Николаев вручил сертификат сельской ипотеки работнице сельскохозяйственного производственного кооператива «Коминтерн». Она приехала в республику 6 лет назад и купила дом, взяв ипотеку под 3% годовых. Вы этот кредит получили же под 3%. Да. Вот мы вам этот кредит уменьшим до 0,5%. Еще 2,5% бюджет Чувашской республики будет доплачивать за вас банку. И, соответственно, у вас нагрузка будет 0,5%. Кстати, Чувашия – один из регионов, где сельскую ипотеку можно получить под меньший процент. 17 апреля вступило в силу решение в РИО главы республики Олега Николаева о снижении процентной ставки с 3 до 1,1% годовых. Этой мерой поддержки могут воспользоваться граждане, проживающие и работающие в сельской местности, изъявивших желание переехать и начать работу в селе, имеющие трех и более детей. Александр Соловьев, Бахтиар Вилеев, Республика.